Ну что, зима подготовила настоящий сюрприз для сегодняшних участников Люберецкой лыжни. Идет снег, настроение отлично и погода тоже. Давайте узнаем, с каким настроем сегодня пришли участники. Девчонки, привет, как ваше настроение? Супер, вообще погода классная, тепло. На победу настроены? Конечно, настроены. Придем первые. Вот так бодро и весело участники Люберецкой лыжни ждут начала забега. По традиции он разделен на несколько дистанций. Для самых маленьких это 500 метров. Любители пробегут километр, а профессионалы проверят свои силы на дистанции в 5 километров. Именно ее и выбрал Дмитрий Смирнов. Хотя на вопрос о разряде и спортивных достижениях ответил скромно. Не, я любитель. Чисто на лыжах побегать захотелось с утра. Интересно. Воздухом подышать. С народом пообщаться. Чего пожелаете себе и вашим соперникам? Побед. А вот для еще одного участника забега, главы округа Владимира Ружицкого, победа не главное. К этому вопросу он подходит философски. Участие – это уже победа. Поэтому я не ставлю целью победить. Я ставлю задачу максимальное количество участников. Ну и сам, в том числе, прямое участие. Какого? Уйдите, уйдите. Внимание! Вместе с другими мужчинами-участниками забега глава Люберецкого округа пробежал километр и поделился с нами своими впечатлениями на финише. Отлично. Хорошо. Вот пробежался. Получил удовольствие. Поэтому все. Отлично. Немножко дух, но это немножко такой как бы лыжный бег. Эта лыжня, как и предыдущие соревнования, традиционно посвящена памяти Алексея Прокуророва, олимпийского чемпиона по лыжным гонкам, обладателя золотой медали Олимпиады 1988 года. В октябре 2008-го спортсмен погиб в автокатастрофе во Владимире, но в сердце и памяти многих людей он по-прежнему остается жить. Приятный человек был такой, без таких звездных, без, ну, не кичил слабый. Вот, очень простой, нормальный человек. Валентин Григорьевич Писарев, можно сказать, коллега Алексея Прокуророва. Участвовал во многих соревнованиях, имеет первый разряд по бегу на лыжах. Но после недавнего инсульта это занятие пришлось оставить. Зато свою любовь к зимнему виду спорта Валентин Григорьевич передал своей правнучке Соне. Сегодня он болеет за нее. А вот девочка перед забегом совсем не волнуется. Соня катается на лыжах уже 6 лет, большую часть своей жизни, и, кажется, даже не удивляется, когда приходит на старт первой. Это очень легко, нужно сильно оттолкнуться руками, тогда можно стать первой. Ну что, снег идет все сильнее и сильнее. Страсти накаляются, дети уже пробежали, теперь очередь за взрослыми. Здравствуйте! Здравствуйте! Что бы вы пожелали себе и другим участникам забега? Ну, наверное, бодрости духа, уверенности в своих силах и, самое главное, хорошего настроения. Ведь пока мы здесь все вместе, мы будем здоровы, веселы. И в будущей России вот эти маленькие дети, глядя на нас, тоже приобщаться к здоровому образу жизни. Спасибо большое! Удачи вам! Спасибо! Наталья Добродей – учитель математики, и в ней прекрасно уживаются любовь к цифрам и любовь к активному образу жизни. В прошлом она мастер спорта по гребле. Сегодня на соревнования пришла не за победой, скорее ради удовольствия. И неожиданно для самой себя заняла третье место. Спасибо вам! До скорой лета! Бой вам орден! Спасибо большое! Спасибо! Наталья, как и другие любители лыжного спорта, преодолела дистанцию в километр. Но если подумать, это только слово такое короткое, а на деле испытания не из легких. Тяжело. Я выступаю за библиотеку монаховскую. Отлично, что такие делают мои приятели. Очень рада, да. Спасибо. Все, не могу больше. Свои силы участники и гости праздника восстанавливали на полевой кухне. Там всех желающих поили ароматным крепким чаем, кормили пряниками и сытной гречневой кашей с тушенкой. Будешь кашу сетку? Давайте. Ты что-то страшно? Чего? Да. Ты просто можешь думать, что это чай, поэтому... Спасибо огромное. Подожди в овощи. Спасибо. Люберецкая лыжня в этом году собрала примерно 850 любителей зимы и активного отдыха. 385 из них встали на лыжи и вышли на старт. Правда, до финиша некоторые участники шли уже пешком. Эти спортивные соревнования для люберчан – мероприятие уже традиционное, с более чем 25-летней историей. В прошлом году мы проводили это в Центральном парке. Конечно, там не тот размах. Здесь природа, красота, дистанция, шикарный снег. Все здорово. Лучше здесь будем проводить. Я сегодня искренне желаю, чтобы все вы отдохнули, отдохнули, набрались сил. Ну, такой традиционный зимний праздник, как лыжня прокуророва, у нас проходит в какой разовой? У нас ежегодно проходит, больше четверти века. Вот так говорят, еще при Советском Союзе это было. Да. Поэтому, я думаю, эта традиция хорошая. Мы ее продолжаем. Люберецкая лыжня действительно стала традиционным окружным праздником. И мы решили вспомнить, как это было в прошлом, в 2017 году. На запасном поле стадиона «Торпеда» решили встать на лыжи почти 300 человек. Среди них профессиональные спортсмены и просто любители. Поехали! Глядя на весь этот спортивный ажиотаж, на раскрасневшейся от мороза и физической активности довольные лица участников верится, что Люберецкий район – это действительно территория спорта и радости. Так все весело, задорно, прекрасно. Хорошие выходные начинаются. Очень хорошо устроились, молодцы. Спасибо большое. Шоки вообще сейчас есть. Тяжело дышать. Спасибо. Для меня сложно. Я думаю, что легко оказывается. Много дистанций. Вот я приехал. Самым последним почти. Понравилось? Да. Немножко морозится, но для лыжника. Я профессиональный лыжник был в молодости. Очень хорошая погода. Ну, Бог дал нам такую хорошую погоду. Очень хорошая организация. Очень хорошая организация. Нравится массовость. Люди все добрые, с детьми. Ну, все, что можно сказать. Только одни положительные эмоции. Люберецкая лыжня. Ура, ура, ура. Это ученики 52-й школы. На соревнования их привезла Надежда Кузьмина, учитель физкультуры. Она считает, что любовь к спорту нужно прививать с детства. Я вообще за спорт, за здоровый образ жизни. И я считаю, что это такой праздник для всех хорошо, нужен, как можно чаще устраивать. На лыжи действительно нужно становиться за здоровьем. Это крайне полезный вид спорта. В процессе вы не только задействуете очень много мышц сразу, но и укрепите иммунитет. Кроме того, избавитесь от лишних калорий и переживаний. Ведь лыжный бег – отличный способ справиться с депрессией. Ой, замечательно. Так редко это бывает. Ну, с большим удовольствием погода замечательная. То есть все для этого. А вы вот когда бежали, да, сложно было? Ну, да, потому что беспривычно. Редко бывает. А так удовольствие большое получило. Специалисты отмечают, что бегом на лыжах лучше заниматься регулярно. Ведь для организма такая нагрузка без подготовки скорее вредна, чем полезна. Кстати, с этим согласна и заядлая лыжница Елена Комлева. Сегодня она быстрее всех женщин пробежала на лыжах километр. Молодец. Где медаль? Давайте. Пример для подражания. Елена, что нужно сделать, чтобы быть первой? Поделитесь секретом успеха. Нужно, наверное, заниматься здоровьем, бегать, на лыжах ходить по выходным. Ну, и не знаю, что еще. А вы сколько раз участвуете в лыжне? Я третий раз участвую уже. И в Люберцах два раза, и вот в этот раз в Малаховке. И тогда места какие-то занимали? Первый раз я заняла первое место, в том году второе. Сейчас опять первое. Победители соревнований получили медали и кубки. Остальные участники – памятные грамоты Люберецкая лыжня 2018. Самые добрые пожелания. И вот такой вам медаль. Опа! Хорошо. Поздравляю. Я на вашу. Это вам. Ура! Ура! Спасибо. Забег этого года стал самым массовым за свою историю. Количество участников и гостей мероприятия приблизилось к цифре 900. И кто знает, может в следующем году на лыжи встанет еще больше люберчан. Ведь ни для кого не секрет, что люберцы – это территория спорта. Мария Лапчева, Никита Скраган, Сергей Гвоздев. Телеканал ЛРТ.